Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, мастеров. Никола Джольфино, Верона, Венецианская республика, итальянский живописец, писавший картины в стиле Ренессанса и манеризма. Я пользуюсь Википедии. Данных не очень много, но вот что есть. Родился в 1476 году в Вероне в семье художников, переехавших из Пиаченции в начале 15 века. Обучался живописи в мастерской либерале до Верона. Это итальянский миниатюрист и живописец. Его работы находятся в музее Вероны. Кто будет в Вероне, рекомендую посетить этот музей. Получите удовольствие. Я там неоднократно бывал. Влияние учителя либераля Верона заметно в элементах готического стиля в ранних работах живописца. По утверждению некоторых исследователей, он долгое время дружил с Андреем Монтене, чье творчество также оказало влияние на его индивидуальный почерк. В своих полотнах Джольфина демонстрировал капризный и сложный характер. Однако, с художественной точки зрения, он не выходил за рамки местной живописной традиции, хотя и вдохновлялся произведениями германской живописной школы в своем времени. Среди наиболее значительных произведений художников в ранний период творчества, исследователи отмечают картины «Сошествие святого духа» в 1518 год в церкви Сан-Антазио в Вероне. И Мадонна с приором Кальяри в музее Кастельвекио, также в Вероне. В картинах Джольфина в 1520-х годах заметно влияние Рафаэля. Изменив композиционный ритм, он ослабил напряжение, присуще его предыдущим работам. К произведениям этого периода относятся Мадонна со святыми, которая ныне входит в собрание картинной галереи в Берлине, и искупитель со святым Георгием и Эразмом в церкви Сан-Антазио в Вероне. В этих полотнах Джольфина также обратился к новым краскам, вдохновленным творчеством Лоренцо Лот. Влияние Лоренцо Лота заметно в картинах художников истории святого Франциска в церкви Сан-Бернандина в Вероне и мученичества святой Агаты в музее Кастельвекио. После 1530 года Джольфина начал писать картине в стиле маниеризма. В этом стиле им было написано о страсти Христа для церкви Сан-Бернандина в Вероне. Его история Ветхого Завета, написанная для церкви Сан-Мария и Наргана, стала одной из вершин иницианского маниеризма, благодаря хроматической оригинальности и необузнанному воображению живописца. Так написано в Википедии. Дольфина умер в родном городе между маем и июнем 1555 года. Ну вот так вкратце о Николе Джольфина. Посмотрим его работы. Это итальянский живописец, писавший картины в стиле Ренессанса и маниеризма. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин